Делать, думать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели. Это девиз программы «Лобби-холл на векте». Меня зовут Станислав Уланов. Проблемы обманутых дольщиков, которые все же решаются, не без участия бюджетов различных уровней, заставляют задуматься, а стоило ли так рисковать. Строительная отрасль вместе со всеми остальными отраслями переживает не самые спокойные времена. Но разве это повод отказываться от улучшения жилищных условий, если и средства позволяют, и планы были? Но об этом сегодня узнаем у директора по маркетингу и развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергея Репина. Он у нас в гостях. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. 2018 год обозначился некоторыми переменами в строительной отрасли, вернее, намерениями эти перемены произвести. На самом высоком уровне озвучивается намерение отказаться от долевого строительства в принципе. Вот как вы эти намерения оцените? Конечно же, для застройщика работать по долевке удобно. Удобно потому, что это прямое поступление денежных средств от дольщиков на расчетные счета застройщика. При переходе на проектное финансирование будет иная ситуация. В принципе, будет возможность использовать, насколько я знаю, только 30% от полученных, то есть привлеченных средств. Соответственно, все остальное, если у застройщика отсутствуют свои средства, нужно будет занимать в банке или где-то еще. С точки зрения защищенности дольщика, конечно же, это хорошо, потому что если вдруг застройщик будет испытывать трудности, то дольщик сможет просто вернуть деньги. По большому счету, мне кажется, и так все работает. Другое дело, что просто-напросто властям трудно оценить, какой застройщик достоин того, чтобы работать. И чтобы убрать некий фактор субъективизма, ввели проектное финансирование, чтобы все оказались, как говорится, в одной лодке с одними правилами и условиями. В принципе, я согласен с такой постановкой вопроса, потому что фактор субъективизма, особенно в такой отрасли, как строительство, где отношения между застройщиками и властью, они прямые, все должно быть максимально формализировано. То есть есть четкие нормы, четкие правила, четкие критерии, и все понимают, что все работают согласно законодательству, никаких отступлений. Потому что нередки случаи, когда смотришь на какие-то объекты и думаешь, а как это вообще было возможно. Поэтому на самом деле проектное финансирование, оно преследует благую цель. Другое дело, если мы посмотрим на спрос и предложения. То есть сегодняшний спрос на рынке недвижимости, ну, порядка где-то 1200 метров квадратных в Перми. То есть вот это вот хороший спрос. Вопрос, собственно говоря, как его обрабатывать, то есть какими силами, какими средствами. То есть не секрет, что своими средствами, чтобы построить полностью объект сначала до конца, обладает мало контор. Это и понятно, потому что объекты строительства капитального, особенно многоквартирный дом, это очень затратное мероприятие. И, по сути дела, требующее средств от полутора года и там уже дальше кто как строит. Это сократит строительство. Это сократит строительство. А раз сократит строительство, то соответственно и объем ввода, и продаваемого жилья. И вырастут цены, я так полагаю. Естественно, вырастут цены, естественно. Хорошо это или плохо, ну, может быть, это хорошо. Может быть, это хорошо для федеральных компаний, которые привыкли работать на высоких ценах. Для отечественного пермского застройщика, ну, вряд ли это хорошо. А какого порядка роста цен вы ожидаете? Все зависит от многих показателей. Одно дело – желание застройщика. Другое дело – возможность клиента взять. То есть я здесь исхожу больше из, скажем так, миссии бизнеса в принципе. То есть бизнес должен удовлетворять спрос. То есть на рынке есть спрос жилья. Надо его удовлетворять. Этот спрос должен быть удовлетворен по приемлемым условиям. Вот, соответственно, если, как говорится, затраты на строительство будут значительно, ну, не то, что даже значительно, а просто превышать стоимость квартир продаваемых, то есть покупательскую способность, тогда, собственно говоря, вообще ничего не будет строиться. То есть будет только муниципальное жилье. То есть государство будет выступать заказчикам, а это, понятно, его земля, его сети. То есть строительные фирмы, по сути дела, будут только работать, как на подряде, и что-то строить. Это не лучший вариант, потому что именно свободный рынок может позволить строить объекты действительно качественные, интересные. То есть под понятием качества я подразумеваю именно потребительские свойства объекта. То есть то, что все должно быть сделано согласно снипам и нормам, это не обсуждается. Это просто должно быть и все. Еще жилье должно нравиться и приносить удовольствие. Конечно, конечно. Качество, оно само по себе, это априори должно соблюдаться. На то есть комиссии, которые постоянно выезжают на стройку, делают замеры, смотрят, чтобы все было по технологии. Соответственно, если мы хотим именно архитектуры, если мы хотим внутреннего наполнения, то это, конечно же, свободный рынок, это именно свободные застройщики, которые с помощью наемных или своих архитекторов, проектировщиков могут воплотить какую-то идею или концепцию в жизнь. Благо, у нас есть и свой проектный институт, и, я считаю, дома, которые мы строим, они очень органично вписываются в город, украшают его. Ну, даже если взять Данильюху, там проезжая, прямо видно, как все ярко. Многие застройщики идут по этому принципу. Я считаю, это очень хорошо и важно. Потому что именно от застройщиков зависит облик города. По сути дела, любое ограничение застройщиков, оно должно рассматриваться с двух сторон. То есть, что мы достигаем этим? Потому что чем больше ограничений, тем сложнее вести бизнес. Если власть считает, что кто-то из застройщиков нарушает правила, естественно, он должен нести ответственность. Но если идет речь о том, что один нарушает, а страдают все, ну, это уже маленько странный подход. А вот давайте поговорим как раз о судьбе застройщиков. То есть, вот если, собственно, или скорее, когда эти новые правила вступят в силу, вы ожидаете, что какая-то часть застройщиков может покинуть рынок? Все нужно, я считаю, рассматривать по конкретным фактам. То есть, если проектное финансирование такого, как мы его сейчас понимаем, то, естественно, скорее всего, будет снова передел рынка. Ну, просто потому, что немногие могут себе позволить от и до построить за свои, как я уже говорил, да. То есть, все-таки это слишком большой объем средств. Зарплату людям нужно платить. Основные средства нужно поддерживать. За землю, за все, опять же, тоже налоги нужно платить. Никто это не отменяет. Ничего это не субсидируется. Соответственно, многие компании будут продаваться, будут как-то реструктуризироваться, менять профиль деятельности. Это просто логично. Может быть, конечно, они найдут какие-то дополнительные профили деятельности, которые позволят им этот кассовый разрыв между строительством и получением денег при вводе как-то скоротать. Дай бог, потому что на самом деле, чем больше строительных фирм работает, местных, тем, по-моему, лучше. Ну, просто потому, что это деньги в нашем бюджете. Это то, что кормит перьем. Поэтому, просто понимая и зная, как работает бизнес, особенно бизнес честный, я понимаю, насколько это тяжело, насколько тяжело зарабатываются деньги. И я знаю, сколько налогов платится. Допустим, мы за 2017 год по пермскому кусту заплатили, по сути дела, около 800 миллионов. 800 миллионов – это внушительная сумма. Ну, это налоги разных уровней. Но суть в том, что сумма внушительная. И на эту сумму, ну, по сути дела, государство уже само вольное решать, что делать. Поддерживать что-то или куда-то еще перенаправлять эти деньги. Но это деньги уже государства. Я вообще считаю, что вот если государство дает нам деньги, оно их печатает, да, так оно уж может себе их и напечатать. Да? Потому что главная задача бизнеса, я думаю, это не налоги платить, хотя нас обязывают это делать. Ну, хорошо, таковы правила игры, все делается. Но я считаю, что все-таки у бизнеса главная задача – это удовлетворять спрос рынка. То есть, грубо говоря, производить какую-то товароматериальную ценность. Мне кажется, на этом и основано развитие производства, промышленности, в том числе и строительства, как и отрасли промышленности. Если жить только на одних углеводородах, то, собственно говоря, что же мы себе представляем, когда весь мир шагнет в мир, замещающий углеводороды, или, бог весть, что там еще произойдет, мы должны быть готовы к вызову будущего. И только, получается, генерируя положительный денежный поток, только генерируя прибыль, предприятия способны развиваться. А что это значит? Это означает расширять как раз-таки производство, производственную базу, открывать новые направления. Мы за последнее время очень сильно приросли. Это порядка миллиарда двухсот миллионов нами было вложено. Также в Пермский край мы спасли от банкротства два предприятия крупных, тоже промышленных, по сути, одно из сельского хозяйства, другое непосредственно из обрабатывающей промышленности по металлу. Это все было возможно только благодаря тому, что мы хорошо работаем, мы способны генерировать прибыль, и, соответственно, мы способны развиваться. И развиваемся мы именно в России. То есть, я считаю, тоже это очень важный фактор для государства, опять же-таки, определять, а кто же для них приоритет. Для них приоритет тот, кто зарабатывает и увозит деньги за рубеж, и теми уже предоставляются амнистии и все прочее, чтобы только хоть что-то вернули. Либо же поддерживать тех, кто развивает конкретно свой регион, свой город. И, в принципе, же все прозрачно. То есть, так как мы относимся к крупнейшим налогоплательщикам Пермского края, то за нами, что называется, изо всех щелей следят. Это, в принципе, хорошо. Но я считаю, что следить надо уже за всеми. Сергей, а что касается сроков строительства, я знаю, что вы регулярно сдаёте объекты, не дожидаясь тех сроков, которые обозначены в договорах. Это фишка вашей компании такая? Конечно. Мы стремимся сделать объект максимально быстро, потому что мы понимаем, что, как правило, человек, когда ждёт квартиру, он либо вынужден брать в аренду квартиру на это время, кто-то переезжает к родственникам. Много всевозможных случаев, ситуаций. И в любом случае приятно же получить нечто хорошее ещё и побыстрее. Поэтому мы стараемся сдавать как можно скорее. Так, если конкретно к цифрам, то, допустим, жилой комплекс Данилиха, который недавно мы закончили, был сдан, ну, если так, в среднем, некоторые объекты даже на полгода, на год. И вообще срок строительства просто феноменальный. Так мы построили последний объект, поливая 5, где-то за полгода. От первой сваи до ввода полгода. То есть получается, что технологии позволяют сейчас обеспечить такие сроки строительства, а долгострои – это всё-таки проблема другого порядка, судя по всему. Всё есть организация труда, организация процесса. Это, конечно, сложно, но если постараться, возможно. Именно живой ум нашего коллектива позволяет идти с опережением графика и при этом добиваться должного качества. Каток, который вы организовали этой зимой, ну, среди моих знакомых огромное количество людей, кто проходил, проезжал мимо, были удивлены тем, что вообще такое стало возможно. Что вас подвигло на то, чтобы вот это сделать? Мы же, в принципе, любим наших дольщиков. Мы стараемся сделать для них как можно лучший продукт. И мы подумали, вот до момента строительства, как мы можем помочь дольщикам нашим? Как сделать их времяпрепровождение, их ожидание сдачи дома интереснее? Плюс ко всему, дольщики любят всё-таки смотреть за ходом строительства своего будущего дома, и в частности, квартиры в этом доме. И поэтому в ходе такого мозгового штурма мы пришли к мнению, что вот если мы организуем какой-то спортивный объект, а какой спортивный объект зимой пользуется популярностью? Каток. Все любят кататься на коньках. Соответственно, человек может спокойно приехать к нам на площадку. То есть мы организовали парковку, оставить свою машину спокойно, тут же покататься. Ну а чтобы покататься, нужно переодеться где-то, пожалуйста, там, тёплые раздевалки, покушать, всё организовано. Он приезжает, катается, получает удовольствие, смотрит за объектом, ради чего он сюда и приехал, то есть что, как строится, он всё видит, всё чувствует, и он понимает отношение к себе, его объект строительства, его средства, которые он вложил. Всё прямо перед ним, в открытом доступе, всё строится, всё делается. Спасибо за ваш анализ ситуации на строительном рынке, за такой профессиональный ликбез. Ну а о последующих изменениях в отрасли мы будем рады услышать ваше мнение в будущих выпусках программы «Лобби-холл». Спасибо, что были у нас сегодня в студии. Спасибо, Станислав. Вы смотрели «Лобби-холл» на Вете. Сегодня у нас в гостях был директор по маркетингу и развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергей Репин. Меня зовут Станислав Уланов. Увидимся на Вете. Субтитры подогнал «Симон»!